Привет, девчонки! Это Маша. Я знаю, что вы ждете результаты розыгрыша гирлаков Лео, мы обязательно этим займемся в конце видео. А пока вас ждет очень простой и очень интересный дизайн ногтей. Давайте без лишних слов сразу к делу. Как вам такое? Какой краткий и харизматичный дизайн у нас сегодня, а? Лично мне такое очень нравится. Вы знаете, между теми же цветами и такой дичью я выберу вот такое. В общем, монохромные цвета и равновесие между тремя текстурами. Вельветовая шероховатость, идеальный блик и ломаные острые блики черного кварца в форме немого вопроса. Или, знаете, даже прям претензии. В общем, это дерзко, давайте делать. Обезжириваем ногти и наносим базу. Я взяла обычную базу Лео, так как она более жидкая, а мне нужен тонкий слой. Жидкая база и тонкий слой сделать проще. Тонкий слой потому, что не так давно я сделала укрепление акрилатиком, и ногти, можно сказать, уже выровнены и укреплены. База только для сцепки, а значит, тонкого слоя будет достаточно. Опять же, из-за того, что я использовала камуфлирующий гель, будет достаточно всего лишь одного слоя. Ногти и так уже затонированы. Это Лео номер 40 на мизинчик и под дизайн. Остальные ногти черный Лео номер 41 в два слоя. Дальше рисуем знаки припинания. На самом деле, это довольно просто. Можно использовать любой удобный для вас материал, будь то гель паста, гель краска или даже плотный гель лак. Я взяла гель краску от Фокс. Восклицательный знак рисуем следующим образом. Сначала точка размером со стразью, но которая там потом будет красоваться, и такая же точка вверху, там тоже будет страз. Исходя из этих двух точек, дорисовываем знак до конца. Рисунок не обязательно должен быть идеальным, безукоризненно ровным, равномерным по тону. Это просто подложка под стразы, плюс сами стразы впоследствии, и мы получим четкую красивую форму. Понятно, что знаки должны быть одинаковыми, поэтому на среднем такая же точка в том же месте. Отмечаю кисточкой верхушку, чтобы как-то ориентироваться в размерах. И еще две точки. Первая это скругление знака, там тоже будет страз. А вторая просто отмечает самую широкую часть знака, чтобы он был симметрично сбалансированным. Ну вот, это мы сушим и покрываем топом. Знаки и безымянные можно не ровнять, там будут стразы, будет матовый топ. А на мизинчике и на большом делаем идеальный блик, с ними мы закончили. Что дальше? Я буду использовать черно-синее Crystal Pixie Edge и черные стразы размером SS9. Нам понадобится капелька чего-то густого. Эти крошки любят ускользать, но на густом геле или базе сидят очень даже хорошо. На утолщение ставим круглые стразы, а все остальное утыкиваем пиксиками. Я предпочитаю выставлять пикси вручную, а не просто насыпать, потому что, во-первых, стразы двухцветные. С одной стороны черные, с другой синие. Так вот, нам нужна черная сторона, и я поворачиваю стразики нужной стороной вверх. А во-вторых, нам нужна четкость. Стразы не должны вылазить за контур. Грубо говоря, там где влазит, мы страз натыкали, а где не влазит, свою роль играет подложка. В итоге мы получаем очень точную фигуру, при том, что кристаллы довольно-таки крупные. Особенности закрепления таких страз я рассказываю в большом видео про стразы. Обязательно посмотрите, если вы еще не видели, там очень много полезного. А сейчас, в данном случае, важно заполнить пространство под стразами, чтобы они не цеплялись и не мешали жить. И чтобы страз невозможно было подковырнуть и содрать. Ну, и теперь матовый топ. Тонкой кистью обхожу знаки припинания, не налазя на стразы, конечно же. Тем самым мы еще и прячем стыки от страз. А на безымянном просто наносим по-человечески кистью из флакона. И готово! Лично для меня это один из любимых дизайнов, которые я делала за последнее время. Шикарно смотрится в жизни, много под что подходит в плане одежды, лаконичный, все по моде. Короче, мне бы хотелось увидеть его на ваших ручках в соцсетях по хэштегу Маша Креет. А вот ваши прошлые дизайны по другим моим видео. Ну что ж, вот он этот волнительный момент победителей. Я напоминаю, что у нас сегодня 5 призовых мест с подарками от бренда Лео. Каждый получит базу, топ и 3 цвета на ваш выбор. Итак, первый победитель, второй, третий, четвертый и последний на сегодня пятый победитель. Поставьте этому видео лайк, если вам понравилось. Интересующий вас вопрос вы можете задать в комментариях под видео. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и, конечно же, присоединяйтесь ко мне в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok